Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Российский писатель, член Оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты» Владимир Шпаков скончался в возрасте 60 лет. Об этом в Facebook написала председатель Оргкомитета фестиваля поэтесса Галина Илюхина. «Сегодня не стало Володи Шпакова. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все потом», — сообщила она вечером в воскресенье 18 октября. Писатель родился в 1960 году в Брянске, в 17 лет переехал в Ленинград, где окончил Ленинградский электротехнический институт. В 1990-х отучился в Литературном институте имени Горького. С 2003 по 2007 годы работал заведующим отделом прозы журнала «Нева». С 2011 года исполнял обязанности главного редактора «Зензивер». Шпаков был автором девяти книг, ряда пьес и множества литературно-критических статей. Он состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга, Союзе российских писателей, Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. В сентябре стало известно о смерти детского писателя Владислава Крапивина. Он умер после повторной госпитализации. Впервые в больницу его доставили 10 августа, там он проходил лечение от пневмонии. Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов Петра Федоровича и Ольги Петровны Крапивиных. Он был третьим ребенком в семье, которая переехала в Тюмень из Кирова, Вятки, где отец Крапивина служил православным священником, но вынужден был оставить сан и место служения, спасаясь от репрессий. Этот эпизод семейной истории оставался тайной для самого Крапивина до его преклонного возраста. В детстве будущий писатель обнаружил в себе способность придумывать занимательные истории, которые рассказывал в кругу своих сверстников. По окончании школы в 1956 году Крапивин поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета имени Горького. В годы студенчества занимался в литературном кружке под руководством редактора Уральского следопыта Шустова, был принят на работу в газету «Вечерний Свердловск». На производственной практике после второго курса работал в отделе учащейся молодежи газеты «Комсомольская правда», где познакомился с создателем педагогики сотрудничества Симоном Соловейчиком. Весной 1960 года в журнале «Уральский следопыт» вышел первый рассказ Владислава Крапивина. Несколько лет Крапивин работал в этом журнале. Как начинающий литератор Крапивин, по его личному признанию, испытал большое влияние Паустовского, изучал его творчество, впоследствии был на его похоронах. Первая книга Крапивина «Рейс Ориона» вышла в 1962 году в Свердловском издательстве. В 1963 году на совещании молодых писателей в Москве он занимался в секции детской литературы под руководством Кассили. В 1964 году Крапивин был принят в члены Союза писателей СССР. В 1970-1980 годы являлся членом редколлегии журналов «Пионер» и «Уральский следопыт». С 2006 года присуждается ежегодная международная детская литературная премия имени Крапивина. Председателем жюри является сам Владислав Крапивин. В 2007 году Крапивин переехал из Екатеринбурга в Тюмень. «Екатеринбург пытаются превратить в какой-то Лас-Вегас», – сказал писатель. «Такой город мне чужой, я не хочу в нем жить». В Тюмени избран профессором Тюменского государственного университета, вел для студентов школу литературного мастерства. 15 июня 2011 года в Литературно-краеведческом центре Тюмени был открыт музей Владислава Крапивина с постоянной экспозицией «Славка с улицы Герцена», состоящей из вещей жизни и творчества писателя. В октябре 2013 года Крапивин вновь переехал в Екатеринбург. Всего выпущено более 200 изданий книг Крапивина на разных языках мира. Скончался 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге на 82-м году жизни. Похоронен на Широкореченском кладбище. Более 50 лет профессионально занимается литературным творчеством. В 2017 году, на вопрос Дмитрия Быкова, вы хотя бы примерно представляете, сколько написали. Владислав Крапивин ответил, никогда не считал. Думаю, порядка 50 повестей, или уже 70. Романов около 30. Всех, кому надоело, могу утешить. Лет примерно в 75, я решил остановиться. По мнению культуролога Борисова, из числа всего созданного писателем за полвека, можно выделить группу его произведений 1965-1982 годов, ставшую система и смыслообразующим центром социокультурно признанного явления детский писатель Крапивин и породившую образ понятия «Крапивинские мальчики». Магнум опус Крапивина, среди нефантастических произведений автора, повесть «Мальчик со шпагой», опубликованная в 1974 году во всесоюзном журнале «Пионер». Позднее название повести стало названием трилогии, куда вошли всадники со станции «Роса» и «Флаг капитаны», а сама центральная повесть стала называться «Звездный час» Сережи Каховского. Менее чем через 7 лет после первой публикации в журнале «Пионер» трилогия «Мальчик со шпагой» была издана в 1981 году отдельной книгой в престижной серии «Золотая библиотека». Избранные произведения для детей и юношества. В 1980-е годы в творчестве Крапивина постепенно нарастает сказочно-фантастическое направление, в русле которого он создал цикл произведений о детях философско-фантастического содержания под общим заголовком «В глубине Великого кристалла». В 2000-2001 годах издательство «Центрполиграф» опубликовало 30-томное собрание сочинений Крапивина. В 2013-2017 годах издательский дом Мещерякова выпустил в свет 50-томное собрание сочинений Крапивина. В газете «Книжное обозрение Крапивин» назван классиком детской литературы. Одновременно с литературным творчеством Владислав Крапивин занимался проблемами детства и детского движения, изучал педагогику Корчака, Макаренко, Сухомлинского и становится неформальным лидером детского движения на Урале. В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске детский разновозрастный отряд «Каравелла», который в 1965 году получает статус отдельной пионерской дружины и пресс-центра всесоюзного журнала «Пионер». Поскольку детское движение в тот период в СССР было разрешено только в стенах общеобразовательной школы, то существование автономной детской организации воспринималось многими как угроза существующей системе. Было несколько попыток сверху прекратить деятельность отряда «Каравелла», но Крапивину удалось отстоять организацию. Позднее Крапивин вспоминал «Меня невозможно было выгнать с работы, вот ведь с чем сталкивались тогдашние чиновники. Из писателей меня выгнать можно было только на съезде писателей или в крайнем случае на пленуме. А за что? Слава Богу, там люди же были не все дураки. За то, что он работает с детьми и поссорился с местным домоуправлением. За это пленум писательский не выгонит из писателей. Лишить меня зарплаты было нельзя, так как я зарабатывал только книгами. Запретить отряд. Ну запретили отряд, ну в крайнем случае отобрали помещение. Но мне привыкать, что ли, было собирать по 30 человек у себя в квартире. Ну как это запретишь? Ну и запрети. Милицию вызовешь. Он, паразит, возьмет да репортаж об этом грохнет в комсомольскую правду.